добро пожаловать в психоделику вот этот мир мира раскрашенный разноцветной палитрой и этот мир который никогда не был так интересен как быть в мире маркетинга b2b это очень волнующее время что здесь что здесь произошло за последние ну скажем 10 лет может быть даже меньше что правило правило практически поменялись их нет тех правил которые на были клиенты уже не покупают битубе так как покупали раньше с менеджеры уже не продают как продавали раньше уже нету этих нлп методик они уже не работают не применяются даже практически и конечно же конкуренты уже не конкурирует как раньше они быстрее гибче могут добиться большего почему разберемся с каждым нас каждым отдельно очень коротко что изменилось у клиентов битубе у них стало больше информации у них стало больше времени для того чтобы сформировать свой запрос на закупку и у них стало намного больше вариантов решить ту или иную свою бизнес задачу а это главное и конечно же покупатели на равных сейчас с продавцами нету ни рынка покупателя ни рынка продавца есть рынок равных на партнеров ну и конечно же продавцы сейчас намного больше знают о том продукте который нужен для решения своей задачи больше чем от них ожидают те же самые с менеджера когда приходят на на сделку или на начинают продажу своих услуг или продуктов и еще конечно же ну еще два года назад мы делали исследование около 60 процентов покупателей самостоятельно проводили исследования на по продукту прежде чем совершить покупку даже прежде чем подойти к вопросу о том какая нужна покупка какого продукта чтобы решить ту или иную задачу сегодня это уже практически 80 процентов которые самостоятельно изучают рынок изучают конкурентную среду изучают продукты которые могут им помочь поэтому здесь это вот то что изменилось в клиентах что изменилось ваших сезон во первых внимание продавца на покупателя влияние она чрезвычайно мало и сейчас учить сейлзов каким-то техникам или технологиям премудростям продаж наверное уже не так актуально из них нужно делать экспертов еще тоже 2-3 года назад очень модное было слово давайте битубиком из битуби компании сделаем эксперта и она сразу же вырвется вперед и но уже как бы сегодня мы говорим о том что из экспертов нужно делать и сезон они должны общаться с клиентом строить свой диалог таким образом чтобы клиент мог но понять каким образом ему решить свою бизнес задачу не с помощью вашего продукта а вообще без него то есть имидж эксперта он складывается из того что сейлз он знает не только продукт но он знает и конкурентов и разбирается в бизнесе этого клиента практически на равных уже очень глубокие связи между сейлзом и клиентом даже вот на таком вот уровне иначе продать в мире когда в мире где все коммунизировано а уже находятся субституты это чрезвычайно сложно имидж компании конечно важная и нужная вещь но имидж эксперта а у сэлз менеджера также на также очень важно некоторые компании доходят на приходит к такому решению что они объединяют сейлза объединяются техническим специалистом и объединяются на с маркетологом образуется такая некая бизнес единица бизнес юнит который и делает эту продажу выходит на продажу если такой путь тоже что изменилось у конкурентов почему они не конкурируют как раньше все вы помните вот этот вот интересную конструкцию ключевые компетенции дело в том что она на еще может быть пять лет назад была достаточно на адекватной требованиям рынка но сегодня уже надо все-таки признать что слово ключ это вот что-то открывающие и это смысл потерялся при переводе английского выражения и следует все-таки говорить о том что это не ключевые компетенции это стержневые компетенции то есть и стержни один-два или три вокруг которых и без которых собственно говоря бизнес и не может быть успешными даже существовать наверное все таки следует говорить о стержневых компетенциях почему ваши конкуренты выигрывают потому что у них процессы настроены лучше не потому что у них лучше продукт вы можете быть интегратором или поставщиком например 1s или какой-то другой другого продукта на то есть и ваши конкуренты поставлять тоже самый продукт но они выиграют а вы нет почему у них компетенции другие у них стержни другие ну на этом все я могу вас пригласить наш вот эту экскурсию по стране ответственности где все может быть измерено более-менее быстро и мгновенно том числе и ваши клиенты они тоже людей тоже как компании смотрят и оценивают вас здесь нету места чтобы спрятаться вас это не получится на этом пути у вас есть две дороги она довольно одна довольно прямая привычная ровная хорошо свещена она уже наезженная масса литературы семинаров конференций а это маркетинг это такой маркетинг как он о котором мы все привыкли здесь нет ничего плохого он реально приносит определенную ценность в компанию очень даже хорошую вы задействуете поддержку команд продаж вы задействуете маркетинговые коммуникации но это уже не маркетинг это уже это уже ваша карьера не как маркетинг специалисты битуби это ваша карьера как специалистов маркетинговых коммуникаций да это ценная функция она помогает но достаточно ли этого в сегодняшнем мире чтобы разобраться разобраться рассуждать или размышлять так как размышляет генеральный директор вашей компании так чтобы вы видели свою работу не в росте бренда или не в росте продаж а в росте всего бизнеса вот этот другой путь он уже он тоже лежит через отдел маркетинга и он не заканчивается там он заканчивается новой ролью битуби маркетинга то что сегодня должно быть на во главе на любого специалиста в битуби маркетинге и в продажах битуби продажах для того чтобы начать вступить на эту дорогу конечно же конечно же нужно разобраться что же это за новый такой маркетинг чем он отличается от старого отделы продаж всегда воспринимались как двигатели они приносили живые деньги но в нашем мире в нашем цветном мире на битуби продажи это всего лишь шины они соприкасаются с дорогой везут машину но двигатель это маркетинг по трем причинам сейчас мы потихонечку по по ним пройдемся во-первых макетолог владеет каналом сбыта это кажется очевидным но тем не менее посмотрите отдел продаж владеет воронкой продаж но кормить эту воронку маркетологи они поставляют инвирует тех самых лидов которые и приносят в итоге те самые деньги таким образом вы владеете каналом сбыта вашей компании успех или неудача вашей фирмы она полностью зависит от количества квалифицированных лидов которые вы имеете здесь количество и качество этих лидов эти две метрики они конечно их можно отслеживать и это все видно всему бизнесу это очень захватывает но другой стороны это страшно у вас нету нету возможности отойти в сторону или спрятаться куда-то работа всегда на виду второе почему маркетинг это двигатель потому что вы владеете инновацией даже если вы не общаетесь с клиентами и ваши менеджеры по продажам они приносят какие-то идеи но они не могут принести они могут быть даже принести ценную информацию какую-то но они не принесут инновации то есть они не помнили менеджеры по продажам не смогут не смогут перевернуть рынок какой-то идеей они они как бы приварены к тому что а к тому что называется дилемме новатора немножко слов сейчас а это дилемме я скажу вот собственно прорывные инновации это то что изменяет на ценности на рынке соотношение точнее этих ценностей вот тут на картинке видно да как от печатная даже от блокнота мы пришли к айпаду изменились не только технологии изменились все параметры вот эти вот на параметры я не веду продукта вот эти вот дилеммы вам не могут принести менеджеры по продажам вам а придется это искать самому но у него тоже пример такой-то фейсбук который не был первой социальной сетью точно так же как и проктор и гэмбл на не был автором на под детских подгузников таких примеров очень много но эти компании тем не менее внесли какое-то свое новое что-то что-то новое в те продукты уже существовавшие до них которые позволили им стать теми лидерами теми великими компаниями которых мы сегодня говорим с такой вот гордостью до третья причина это третья причина это информация вот эта замечательная книжка она была написана давно еще до эпохи интернета но она до сих пор до сих пор является актуальной информация она стала уже частью продукта иногда даже больше чем какой-то физический продукт это фактор тот который отличает и может быть и даже скорее всего должен быть тем не ценовым фактором конкуренции о которых о которых мы всегда беспокоимся маркетологи сегодня это маркетологи это мастера той информации которую мы имеем и о продукте и о рынке и о перспективах развития вот эти три новые реалии делают вас а самым важным человеком в компании маркетинговые каналы маркетинг как источник инновации маркетинг как генератор этой информации а источник инновации простите генератор информации контролируя вот эти три изменения у вас уже не будет задач которые вы не сможете достичь значит нужно что пересмотреть наверное взгляды быть более амбициозным рваться вперед что в действительности изменилось что изменилось с приходом цифровой эпохи это конечно первое как это сделать это новое маркетинговое мышление это новый путь закупок в битуби и новая битуби конкуренция мы об этом сейчас поговорим это конечно изменилось низаться не из-за социальных медиа не только интернет изменил в битуби маркетинге не по тем причинам по которым это ему приписывают это скорее из-за это вектор какой-то для идей вектор для каких-то для какого-то контента социальные медиа но говорит что именно соц медиа изменила что-то это не совсем правильно хотя конечно интернет мощная вещь мы можем вспомнить электронную почту или директ мэйл который собственно говоря является величайшей вещью прямой отклик среды из почти нулевой стоимостью и задержкой мгновенно мы можем его оценить посчитать но тем не менее для большинства это остается спамом как бы то ни было поэтому вам можно проверить свой почтовый ящик и удалить оттуда кучу писем которые туда навалились но что же изменил то все-таки интернет он изменил образ мышления что именно как это выражается тут сразу приходит на ум александр павлович репиев со своим бестселлером маркетинговым мышлением но что он изменил во первых мы получили возможность проводить компании практически с нулевой задержкой мы можем придумать утром сделать эту компанию в обед и вечером мы можем ее измерить что мы получили в итоге этой компании это позволяет микро бюджет и направлять на какие-то мероприятие можно посмотреть отклик можно подкорректировать мы интернет получил дал нам возможность проводить жизнеспособную микросегментацию я долго думал назвать это микросегментации или гиперсегментации но в итоге решил остановиться на термине микро спорный вопрос не будем это не наша тема сейчас обсуждение в чем в чем это жизнеспособность проявляется любая ниша например вот такая вот ассоциация левшей специалистов по закупке в сфере отопления традиционирования и вентиляции до эпохи интернета вы никогда не могли бы такую нишу найти ее не было сегментация всегда была тупым с тупым большим топором мясника который мы вырезали нужные нам сегменты сейчас сегментация превратилась хирургический инструмент скальпель можем очень тонко вырезать тот сегмент который нам будет интересен нашим для нашего продукта или для наших услуг что еще прозрачность конечно же конечно же это просто рентгеновская прозрачность все все тут кто занимался кто узнает кто сталкивался с директ мэйл прекрасно знают как специалисты гордятся той точности и той ответственности которую директ мэйл нам давал совершенно правильно гордятся этим но теперь в цифровую эпоху прозрачность вообще всех компаний она просто потрясает и шокирует здесь уже не только директ мэл здесь можно читать все что угодно четвертое изменение маркетингового мышления это сила малых компаний естественно маркетинговые бюджеты если вы помните это война рекламных бюджетов называлась было такое явление в мировой практике маркетинговые бюджеты всегда отличали лидеров рынка от неудачников у вас нет денег начни чего вам делать это еще да это сказал еще мой друг джек джек траут в одном из своих законов маркетинга если у вас нет денег ничего вам делать в бизнесе ну я по памяти цитирую этот закон но тем не менее интернет лишил вот этого вот вот этого преимущества он лишил практически всех лидеров всех крупных компаний всех и вот этих маркетинга он лишил их этого преимущества сегодня любая компания небольшая она может провести маркетинговую свою политику гораздо меньшим бюджетом и с гораздо более высокой эффективностью и конечно же конечно же самое главное это палитра то палитра цифровых возможностей если раньше у вас был только цифровая печать и персонализация то сегодня мы можем а можем использовать аудио-видео поиск google мы можем использовать различные гаджеты слайдшары микроблоги виджеты различные каналы с оплатой за клик и лендинговые страницы и так далее так далее так далее то есть вот этот вот цифровой техникалор который нас окружает это конечно очень серьезно меняют на мышление маркетолога в особенности конечно в битве сегменте то ли всегда был всегда был гораздо более продвинутым и гораздо более инновационным по сравнению с битву си ну еще что еще остановимся конечно же новый путь закупок немного я об этом говорил но остановимся поподробнее что это за новый такой путь закупок в битуби да во первых покупатель начинает свою дорогу он в другом месте нежели раньше если это было на было где-то производственники давали какое-то задание или бизнес-процессы в компании требовали какой-то закупки то теперь он начинает конечно же новые шаги через поисковую систему через визит на какие-то отраслевые форумы размещает может быть вопросы в группе ленткин или в твиттере в профессиональных группах это начинается оттуда начинается изучение рынка изучение конкурентов ваших как и поставщиков битуби покупатели сегодня двигаются в своем собственном темпе моменту вот моменту принятия решения о том чтобы сформировать запрос на закупку проходит очень много гораздо больше времени проходит нежели раньше это время она проходит без участия а и сейлзов поставщиков они живут в своем мире абсолютно и задача маркетингового специалиста здесь в том чтобы помочь как раз совершить этот переход быстрее не ждать когда как они когда уже решение будет принято помните все наверно вот эту вот замечательную картинку где качественно быстро и дешево вот эту картинку уже надо бы конечно выбросить на ваши конкуренты сделают быстрее качественнее и дешевле если вы будете всю жизнь сидеть с этой картинкой на сайте отсекая отсекая возможных клиентов конечно же конечно же вы не проиграете и очень быстро ваши шансы попасть даже список претендентов они будут стремиться к нулю почему ну потому что уже я говорил об этом продавец он выступает намного позже на сцену и имеет гораздо меньший вес в закупках нежели это было раньше очень важно также вот эта картинка она играет довольно большую роль еще в таком вопросе как риски для покупателей роли рисков сегодня она гораздо выше именно потому что он проходит гораздо более длительный путь вот от принятия решения о том чтобы сделать эту закупку или сформировать до конкретного выбора поставщика на этим объясняется тот тот путь через форумы через какие-то вопросы группах ленткины либо фейсбук он очень чувствительный риск он понимает что ему нужно не так просто прийти к этому решению сделать закупку того или иного поставщика и здесь конечно нужно использовать на различные инструменты максимальное количество инструментов которые создают доверие на каждом шаге которым по которым этот поставщик по которым покупатель идет разные данные статистики исследования участие в таких исследованиях поддержка аналитиков для этого нужно значит с ними тоже это пиар уже какие-то пиар технологии отзывы награды и так далее но как бы об этом много говорится о доверии это еще в девяносто первом году Реджинал Маккенон написал эту замечательную книжку о маркетинге взаимоотношений но ввоз и поныне там мало кто может похвастаться и поставить себе заслугу то что как маркетолог он формирует именно то самое доверие между компанией и клиентами это очень печально но это один из одна из тех величин одна из тех категорий которые вам нужно уже нам специалистам маркетинга B2B нужно учитывать обязательно ну небольшой такой эмоциональный склад к сожалению это знаете не только вы это знают все что что изменилось и каким изменением это все это привело это очень страшно но тем не менее несмотря на то что все это дает вам какую-то головокружительную мощь ваши конкуренты обладают теми же самыми знаниями что и вы небольшой перерыв но я просто тороплюсь потому что я боюсь не мы не уважимся в час поэтому я пролистаю некоторые слайды вы их потом посмотрите сами да ну вот на чем мы остановились мы остановились на на маркетинге взаимоотношений но об этом мы говорить не будем это другая тема мы становимся вот на битве за внимание это то на чем нужно делать упор сегодня как она происходит что это такое что это за реальный такой вызов битва за внимание проходит через фильтр что это значит для меня причем этот фильтр он не только а даже не столько относится к битуби он вообще относится к жизни очень жизненный такой принцип фильтр он стоит всегда в голове любого человека в чем она заключается в том что вам нужно вам нужно вас есть буквально несколько там микросекунд никому не будет интересно но это все вы почитаете потом да у вас будет несколько микросекунд для того чтобы обратить внимание на свое предложение если если вы этого не сделаете конечно же у вас ничего не получится и этот фильтр вот он стоит что в этом для меня вы всегда можете она всегда задаете ваш мозг всегда он отфильтровывает красное яблоко съешь меня новый сезон игры престолов посмотри меня вот эти вот призывы до которые формируются где-то глубоко в мозгах они остаются тем самым единственным возможным единственное дают ту самую возможность которую вам нужно использовать но это все это все уже в сторону контента качество самого окружения который окружает компанию имидж это немножко немножко сложно может быть для маркетолога который думает не о компании не о росте бизнеса а а об об имидже да вот так вот что ли можно будет сказать и вот эта реакция реакция мозга этим конечно занимается нейромаркетинг это нужно сюда обращать внимание и ну я мне трудно сейчас об этом говорить я не специалист нейромаркетинге к сожалению как преодолеть этот фильтр что сделать ну наверное вот эти вот два два таких вот предложения что за этим за этим за это время за эти микросекунды вам нужно просто дать один из двух сигналов а лучше всего оба сразу если получится это будет полезно для вас или это будет развлекательно иначе иначе вы потеряете вы потеряете внимание того человека к которому вы все это обращаете ну собственно говоря самое самое вот ради чего я все это очень долго и нудно и немножко сумбурно рассказывал чтобы подойти вот к этим вот пяти императивам что нужно сделать чтобы выиграть эту битву за внимание и как пройти через этот фильтр это вот для этого первое что самое главное на что нужно обратить внимание это на мировоззрение такая конструкция прежде чем продать что-то какой-то продукт или какую-то услугу вам нужно продать мировоззрение если кто-то из вас работал в продажах или знаком с продажами есть такая как бы алгоритм да сначала ты продаешь себя потом ты продаешь ценность потом ты продаешь компанию ну и так далее до того что там 6 или 7 по-моему вот этих вот ступеней продаж так вот как раз мировоззрение это продать себя это первое что нужно сделать не очень многие маркетологи тратят время на выяснение что же это за мировоззрение почему так важно ваш взгляд на мир он является убедительным толкованием тех проблем и возможностей с которыми сталкиваются ваши покупатели и они покупают не продукт в конечном итоге не не услугу они покупают то что они согласны с вами они покупают свое согласие с вашим мировоззрением это ваш взгляд на мир если они отвергают его они конечно же они конечно же обратят внимание на какой-то другой продукт на какую-то другую компанию это можно просмотреть очень хорошо на примере этой же компании apple она свой свое мировоззрение она оставит вообще в первый ряд вот здесь вот ссылка есть в конце этого слайда вы потом можете посмотреть сами это второй пункт уже вторая императива это убеждение ссылка на тет на саймона симка есть у него тоже брошюрка небольшая по-моему даже она есть в интернете который говорит как раз об убеждении об убеждениях то что люди покупают не покупают то что вы делаете не покупают то почему вы это делаете это очень хорошо что согласуется как раз с мировоззрением компании и оправдывают оправдывают свой выбор всегда тем рациональным что вы им даете в своих коммуникациях об этом лучше расскажет Саймон Синг ссылку вы здесь посмотрите правда на английском но есть книжка на брошюрка на русском убеждение это то что то что помогает то что направляет B2B маркетинг сегодня в сегодняшнем мире конечно же это убеждение в том числе их нужно показать это вот как великие лидеры или великие компании у них они тоже эти убеждения на передней линии что по что ваша компания страстно верит и цель у нее большая по изменению мира к лучшему существует как она живет и конечно же самый интересный вопрос мы с кем-нибудь об этом говорили из своих клиентов какое у них мировоззрение какие у них убеждения это более важно нежели рисовать какие-то брошюры или каталоги которые мало кому уже не интересны в сегодняшнем мире когда можно все это посмотреть в интернете ну и еще третье это чопс так называемый чопс это сленговое слово оно означает микс микс навыков и таланта виртуозность некоторая переводится там разные переводы есть или как глагол или как существительное но это совершенно не имеет никакого значения к смыслу того о чем мы говорим это вот именно смысл сленговый это виртуозность какая-то в исполнении чего-то то есть убедительное мировоззрение убедительная маркетинговая компания или какая-то коммуникация или ваше убеждение они всегда основываются вот на этом самом чопс это то это короткая ярко интересный способ сказать то что у нашей компании есть знания есть опыт есть авторитет это вот именно виртуозность исполнения микс таланта и навыков этого очень с трудом зарабатываем авторитет который нельзя заработать какими-то пиар акциями пиар акции или пиар активность она скорее скорее иллюстрирует ваш чоп чопс нежели она его формирует это тоже важно понимать роль этого самого чопса но здесь тоже можно посмотреть примеры чопс это Нальсон Манделла а если вы сравните с каким-нибудь региональным политиком то можно даже как бы это разные весовые категории чопс это очень узкоспециализированная вещь ее нельзя какой-то из одной отрасли перевести в другую например по маршрутизации пакетов данных диска имеет вот этот самый свой чопс а если вы сталкиваетесь на каком-нибудь вокзале с хаотичным движением пассажиров и все забито тут конечно вот никто не знает что такое вот этот самый чопс когда мы говорим о маршрутизации пассажиропоток чопс конечно притягательные люди слушают кого-то у кого есть самый чопс у меня вот наверное его нету поэтому я не очень умею говорить в таком формате такую довольно сложную лекцию как новый маркетинг и его императивы и конечно же чопс это тот самый ответ на вопрос который всегда беспокоит маркетологов почему я должен тебе верить почему я должен верить твоей рекламе почему я должен верить твоему продавцу вот потому что чопс потому что мы виртуозы мы знаем как это сделать и мы лучшие в своем бизнесе конечно же это всегда требует требует доказательств требует доказательств если у вас есть чопс значит вам нужно добавить его обязательно в свой маркетинг так я думаю конечно что чопс имеет любая компания вам нужно просто это найти носителями его являются те люди которые работают вам нужно просто быть рядом с ними и вытаскивать его из них значит то время у нас уже немного поэтому еще побыстрее значит четвертая императива это первенство идей B2B маркетинг это профессия идей всегда нужно что-то придумать что-то такое чего никогда не было вот то что нам позволяет интернет Twitter, LinkedIn, Facebook и так далее они эти социальные медиа ну и другие там YouTube и так далее они очень быстро позволяют осмеять или протестировать да вашу идею в очень короткой форме вы являетесь носителями каких-то идей их всегда нужно искать всегда нужно предлагать и всегда нужно тестировать это четвертое и пятое пятое императива это нужно учиться думать за пределами цифрового пространства в то время как мы поговорили как интернет вот этими всеми своими императивами изменил B2B маркетинг он же его и исказил и сейчас следует говорить о том что мы выходим уже в пост цифровую эпоху когда нужно думать интеграции и онлайн и оффлайн маркетинга чтобы они зажигались друг от друга и создавали более глубокие интегрированные связи с потенциальными и реальными клиентами это все вот эти пять оперативов которые позволяют сегодня в сегодняшнем мире добиваться успехов ну шесть законов это наверное очень знакомые вам все ничего особо нового вы не узнаете и я не смог найти чего-то другое это конечно контент маркетинг если вот этот бородатый анекдот о половине бюджета потраченного неизвестно на что то как раз бюджет потраченный на контент маркетинг он не является неизвестно на что потраченным он всегда потрачен в место во время и в дело естественно нужно разбираться хорошо в том как готовится контент и что он делает каждому инструменту свое место и время аналитика это закон закон аналитика является действительно той то императивой или тем законом которое позволяет постоянно улучшать результаты и конечно постоянно дает доказательства для защиты ваших бюджетов без аналитики вы будете слепую АБ тестирование это конечно часть аналитики но тем не менее ее бы нужно выделить АБ аналитику АБ тестирования почему потому что это как раз то что позволяет вам тестировать те идеи которые у вас возникают в том числе если у вас там уже идет многомерное тестирование объем трафика выше то это уже другая совсем другая история но АБ отсюда никуда тоже не денется конечно же самый главный закон это культивирование клиентов или воспитание клиентов или то о чем мы упоминали уже не раз и говорилось не раз это о маркетинге взаимоотношений это то что написано в библии то что написано в других там священных текстах и вот как бы определение я сразу его даю в самом начале построение взаимоотношений с клиентами независимо от планированного времени закупки если он перспективный если он квалифицированный вы квалифицировали его как перспективного то вам нужно с ним выстраивать отношения даже независимо от того через год он купит или через пять лет это как раз в том числе показывает ту золотую связь между маркетингом и продаж в современном новом мире битуби отсутствие вот этой самой культивации это уже просто халатность можно так сказать это нужно обязательно 5 5 это поиск я уже говорил на приводил цифры уже сегодня до практически 80 процентов на 79 копейками покупателей каждую свою покупку начинают с поиска в интернет только потом уже только потом уже лентин twitter facebook и так далее какие-то отраслевые форумы это уже после сначала поиск сначала они всегда смотрят на то что выдает им google и только после этого обращаются к другим каким-то каналам информационным так конечно вот этот вот поисковый маркетинг назовем его так он является фундаментом на котором все остальное и строится и сообщество довольно интересное сложное сложный такой закон ну законом тоже назвать трудно но пусть будет закон это сообщество которое социальных медиа существует и они вам нужны конечно же том числе если мы вспомним старый черно-белый мир ну один такой пример конференция дилеров но это достаточно затратное мероприятие нужно собрать людей из многих городов привести их куда-то обеспечить материалами спикерами едой и так далее но сообщество дает нам практики тоже самое заграждай больше меньшие деньги ну haha он дает даже больше он дает не просто какое-то разовое разовое мероприятие ограниченное по времени по бюджету он она дает общество даёт тот же эффект но он растянутый растянуты и во времени пока оно живет это сообщество пока живут эти люди эти компании которые в это сообщество входит можно провести уже а провести мостик к установлению взаимоотношений в том числе к поиску людей к знаниям которые аккумулируются в этом сообществе которыми это все сообщество на пользуется которым пользуется ну наверное очень коротко я извиняюсь за некоторые сумбур потому что информации на самом деле много вот это бы это был эксперимент да ну вот черт возьми о чем я все это говорил значит мы были с вами черно-белом мире теперь мы в мире такой разноцветные палитры в этой психоделике это все увлекательно очень страшное время жутко просто быть специалистом b2b маркетинге не иногда я я очень долго сопротивлялся тому что мы за там объемным термином назовем интернет-маркетинг я очень долго сопротивлялся этому но в итоге я склонил свою голову на просто остался на каких там терминологии расхождения есть но вот то о чем я говорил в том числе как интернет повлиял на битве сегмент вообще принципе и со стороны продавцов и со стороны поставщиков это все как как конечно же мы должны это все признать не только изменил интернет изменил все он не только он изменил какие-то конкретные вещи о которых я сегодня и говорила час и итоговый такой вот слайд что он изменил что пришло время начать говорить людям то что для них важно вы как маркетолог вы владеете каналами продаж инновациями и информации это жизненно сила бизнеса который собственно и двигает весь бизнес вперед 5 императивов которыми нужно заниматься теперь это мировоззрение убеждения чопс идеи и перспективы за пределами цифрового мира и конечно же нужно когда императивы у вас настроены когда они работают вам нужно обратить внимание на 6 важных вещей это контент-маркетинг очень тяжелая вещь очень тяжелая может быть даже тяжелее аналитики что аналитики все таки это математика контент-маркетинг это уже больше больше смесь пиара творчества но хотя может быть как раз смесь мировоззрения убеждения чопс идеи перспектив и составит тот самый искомый контент-маркетинг или тот контент который интересен будет вашим поставщикам или вашим на закупщиком тестирование идей культивирование клиента происходит маркетинг или обращать внимание на поиск чтобы быть в поиске всегда как бы там ни было как бы не не ругались seo как не ругали тем не менее поиск остается для b2b это очень важным с этого закупщики начинают знакомство с миром и конечно сообщество это вот эти вещи они конечно безусловно шесть законов как я их назвал ну в общем то да еще раз извиняюсь за такой вот короткий да денис можно короткий такой вот быстро очень постарался все это рассказать ну наверное все если вопросы то вот на форум пожалуйста маркетинг пик пол есть вернице лукас gmail.com адрес презентацию вам юлия борисовна отправит и ну наверно все спасибо большое для меня это был тоже эксперимент вот эту лекцию я бы хотел я бы хотел прочитать в аудитории сделать из нее моноспектакль но наверное это в будущем наверное все ну да 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 светлана совершенно верно не лезть приятно но я не принимаю денис а не моно с кем я прекрасно я бы может быть даже это сделать не моно лекцию не моно спектакль а бе как не бео как называется дух дух ну а ну велкам я даже под светлана мы с вами знакомые простите да 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 а ну пожалуйста да пишите познакомимся можем можем пишем напишите мне письмо адрес у вас будет или на форум да сделаем лекцию такой спектакль но все друзья спасибо всем за внимание надеюсь что чтобы хоть хоть что-то было понятно хорошо до свидания друзья Спасибо.